Пятничный рейд Но протокол все-таки оформили за то, что нет страховки Хотя как это корыто можно застраховать? А это четвероклассник Влад Перешел дорогу в неположенном месте Вроде ничего страшного, машин рядом не было Но внушение сделать необходимо В другой раз ребенок может не заметить автомобиль А водитель в темноте не увидит его Правила-то сами изучают в школе? Да Знаешь, что перехать дорогу на школьном переходе надо? Ну, а зачем сейчас так пошел? А если машина была? Я посмотрел по сторонам Хорошо, что молодец, постоянно посмотрел Но вот, вот, ну что ты, переход Вот, 30 метров Сложно дойти до того А тут уже люстру включаем Водитель на паркетнике обогнал колонну И попал на двойную сплошную Надо не со мной разбираться А вот это вот, как-то Они-то делают для чего? Ехала нормальная скорость Передо мной машина встала Куда мне одеваться? Скоро, наверное, 95-18 Они же тормозят для чего? Чтобы их рамка не зафиксировала Потому что они идут с перегрузом Да, скоро программное обеспечение перепишут Ситуация обычная Лесовоз проезжает автоматический весовой контроль С минимальной скоростью И датчики не фиксируют перегруз А то, что этим он создает помеху для остальных Плевать И для ГИБДД нет повода докопаться Лесовоз же не стоит, а едет Абсурд Кстати, водитель паркетника был трезв А это мы уже в городе Улица Октябрьская Останавливаем грузовичок Все нормально, но у вас сзади Теревизация не работает Поговорить не один не горит И подсветка номеров не работает О, погода же Так в темное время суток запрещено Техпаспорт не хватает А где он? Здесь, дома А почему не с собой? Ну не с собой Сейчас перенесем что Проверить же можно даже Ну имя, фамилия, номер Можно же Так у меня все в порядке Я не пьяный Все нормально Страховка есть В регистрации дома Что, какой-то проблем даже Проблем действительно нет Документы водителю довезли быстро Протокол, конечно, составили И отпустили с Богом Этот тоже был трезв Следующая точка у перинатального центра Остановили и проверили порядка 10 водителей Все молодцы Если кто и накатил чуток Кто держался хорошо и дышал не на инспектора И тот никого ни в чем не заподозрил Итог двухчасового рейда Масса мелких и больших нарушений И ни одного пьяного водителя Это был вечер пятницы в праздник влюбленных А на следующий день Пьяный водитель Хонды сбил насмерть молодого человека 98-го года рождения И уехал с места ДТП Это произошло между чернягами и доком Выяснилось, что водитель был пьян И на док с дачи ездил за новой партией алкоголя Убийцу быстро разыскали В его истории уже было уголовное наказание За вождение в пьяном виде Видимо, не связанное с лишением свободы Теперь, надеемся, он присядет надолго Так что рейды по душу алка-водителей Сейчас крайне актуальны Так же, как помощь других участников движения Увидели чьи-то выкрутасы на дороге Позвоните на 02 Может, спасете чью-то жизнь Светлана Дейнека, Александра Гаврилова, Алексей Вач, Котнюс